Слава Иисусу Христу! Братья и сестры! Трансляция с утренней молитвы с Киева. Сейчас начинаю с 24-й у нас число месяца февраля. По гражданскому счислению. Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе за все! Спасибо! Аллилуйя! За Слово Твое! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господи! Спасибо! За верность и Отцовскую любовь! За то, что Ты единственного Сына пролил святую, праведную кровь! За то, что Ты единственного Сына пролил святую, праведную кровь! благослови! Спасибо Тебе, Господи! Спасибо! Спасибо! За верность и Отцовскую любовь! за то, что Тебе, Господи! За то, что Ты единственного Сына пролил пролил святую, праведную кровь! слава Тебе, Господь! Аллилуйя! 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 Слава Богу! Братья и сестры, дорогие друзья! Сейчас, буквально через пару минут начнется эта трансляция Я включил чуть пораньше, чтобы люди могли присоединяться подсоединяться уже сейчас Да и хочу попробовать как вот получилось вчера вечером неплохо параллельно трансляцию проводить и здесь вот на Фейсбук Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! 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 Аллилуйя! 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 Господи, благослови! Сейчас пробую включиться еще и на Фейсбук на странице основной странице моей на Фейсбуке Аллилуйя! Слава Богу! Так, вроде как получается Господи, благослови прямой эфир сейчас и на Фейсбук и здесь на Ютубе во имя Иисуса Христа Аминь Слава Богу! Слава Иисусу Христу нашему Спасителю Господу Богу Всемогущему Хвала! Приветствую всех братья и сестры дорогие друзья церковной реформации приветствую всех из Киева начинаем трансляцию сейчас как раз 6 утра вот по киевскому времени трансляцию с утренней молитвы в нашей киевской архипископии реформаторской православной церкви Христа Спасителя приветствую всех друзей приветствую во первых конечно трансляцию собственно основную мою трансляцию на Ютубе на моем канале Ютуба архипископ Сергей Журавлев так мой канал называется и можно найти вот так по таким именем и так же приветствую друзей вот Константин Сергей вижу Стельмах тоже подключились подключающиеся друзья на Фейсбук в социальной сети Фейсбук на моей основной странице вчера получалось проводить у меня вроде как не зависало вот и сегодня с утренней молитвы тоже сделаю включение такое делаю включение прямой эфир слава Богу Никола Нианила пишет да сестра Семочкина доброе утро аллилуйя аллилуйя сестра Нианила приветствую братьев тоже Сергея Константина все кто подключился сейчас и на Фейсбуке и здесь вот на Ютубе доброе утро всем благостовенное утро сегодня этим утром у нас 6 часов сейчас где-то полчаса минут 40 максимально будет молитва а потом я буду спешить уже к себе в церковь потому что у нас утренняя молитва тоже в церкви и в 9 утра уже начало служения нашего собрания поэтому киевляне добро пожаловать кто киевские зрители слушатели добро пожаловать к нам на служение адрес есть там как раз обозначен на этой странице основной моей странице на фейсбук вот это станция Медрукловская улица первомайского 6 сегодня к сожалению нашего благочинного священника не будет отец Алексей Прошак он извинился вчера и написал что не сможет быть на служении по работе он у нас работает и смены выпадают порой и на воскресный день вот в секьюрити в охране работает человек и значит и но когда свободные дни или удается ему договориться по смене с кем-то поменяться то когда он бывает конечно на служении он всегда постоянно это очень редко когда он пропускает служение но ничего отец Алексей если сейчас смотрите меня подключились то прямо там на дежурстве вас благоставляем вот потому что отец Алексей имеет возможность иногда вот и вот так вот даже выходить чуть в эфир смотреть вот как раз и трансляции со служения и друзья слушайте с 9 утра как раз начало служения у нас в Киеве здесь и если все получится а прошлые разы получалось даст Бог получится и сегодня значит сделаю снова я трансляцию трансляцию используя мобильный телефон значит я попробовал получилось думаю неплохо получилось поэтому подключайтесь дамы и господа вот и напоминаю что с территории Украины вы можете участвовать в моем служении пополняя мобильные номера Киевстар и лайф а с территории России пополняя мобильные номера МТС и Теле2 называется еще оператор Теле2 вот ну и карточки банковские Сбербанка российского и Приватбанка украинского здесь тоже обозначены под каждым видео я имею ввиду на Ютубе ну и на Фейсбуке тоже на странице там есть информация если кто ищет тот найдет там чуть пониже хорошо друзья сегодня молимся читаем Слово Божье рассуждаем о самом наиважнейшем о крови Иисуса Христа о нашем Спасителе Господе Иисусе совершаем хлебопреломление причастие тела и крови Иисуса Христа это таинство всех таинств и я писал сегодня утром ночью 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 часов 2-3 публикации делал я вот как раз переживания сегодняшние все ночные переживания подготовки к служению после завершения шаббата субботнего дня покоя Господнего дня я провел такую ночь бдений приготовляясь к шаббату приготовляясь к шаббату приготовляясь после шаббата приготовляясь к воскресному нашему служению к литургии нашей вот и получилось такое на самом деле все ночное такое бдение слава Богу и вот ближе к утру я публиковал вот эти размышления думаю очень важные размышления кто читал кто не читал почитайте я там сейчас не помню дословно что написал но примерно так писал что как раз Евангелие Иисуса Христа важно проповедовать не только посторонним не только внешним не только людям всем там вокруг а и важно очень важно также Евангелие Иисуса Христа проповедовать себе самому напоминать Евангелие как вот Павел пишет апостол напоминаю это Евангелие он напоминал Слово Божье напоминал Евангелие благую весть о спасении через веру в Иисуса Христа и напоминал он не только там коринфянам там колоссианам там ефесянам другим нет он в первую очередь напоминал себе конечно же как христианин как мессианский верующий как апостол Христов он нуждался так же как и мы сегодня нуждаемся вот в этом обновлении постоянном таком обновлении слава Господу так что друзья благодарим Господа за все благословен Бог наш всегда ныне пресна во веки веков аминь слава Тебе христианин святый Боже святый Боже святый крепкий святый бессмертный христианин 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 слава Тебе слава Отцу Сыну Святому Духу ныне пресна во веки веков аминь аллилуйя слава Тебе Господь Боже Всебогущий благословен Ты этим утром пробудивший нас Господь Боже и милость Твоя обновляется к нам каждое утро Боже Всемогущий этим утром восхваляю Тебя пусть фимиам молитв сегодня возносится к престолу славы Твоей благословен Господь Бог Всемогущий благословен Бог Всесильный возлюбивший нас и отдавший Сына Своего за нас Иисуса Христа праведника Агнца Своего Господа нашего Спасителя чтобы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную Благодарю Тебя Господь за дар Твой во Христе Иисусе Господе моем жизнь вечная во Христе Иисусе моем Спасителе братья моем возлюбленном друге друге моем царе моем благословен Господь за Духа Святаго благодарю Тебя утешителя посланного в сердца верующих благодарю Тебя за эти времена благодати благодарю Тебя Господь что Слово Твое Евангелие Святое сегодня звучит Господь от края вселенной до края благодарю Тебя Господь что мы живем в то время когда исполняются конечно и ужасные пророчества Твои и страшные пророчества но и самые прекрасные пророчества Библии исполняются что проповеданно Евангелие сегодня по всему миру всей Вселенной всем человеком благодарю Тебя за Интернет за эту возможность через Интернет благовествовать благовествование Христова благовествовать Евангелие Царства Божьего Благодарю Тебя, Господь, за то, что сегодня, Боже, миллионы и миллионы людей познают Тебя, открывают свои сердца, в том числе и через интернет, слушают трансляции, участвуют в молитвах, служениях, евангелизациях. Боже, благодарю Тебя, Господь, Боже Всебогущий, за все, за все. Аллилуйя, аллилуйя, аминь, аминь. И из Евангелия от Иоанна, 6 главы, читаю слова Иисуса, 47 стиха, написано следующее, 6 глава Евангелия от Иоанна, я читаю 47 стиха и далее. На этой утренней молитве как раз и сегодня на служении у нас будет отец Виктор с Венигородки, с Черкащины, тоже будет делиться словом. Я, ваш покорный слуга, также буду делиться словом сегодня. Вот, благочинного нашего сегодня не будет, к сожалению, на служении, но он так вот уже заранее передает приветы. Слава Богу! И ждем также нашего епископа Кифу со Львова сегодня тоже на служении как раз. Слава Богу! Вот, и слово, которое сегодня в собрании звучать будет, также и вот здесь, сегодня, в утренний час, в утренней молитве, сегодня провозглашаю эти слова. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стиха, начиная. Нашли, да, это местописание у себя в телефонах там или вот классический бумажный вариант Библии. Или даже вспоминайте, по крайней мере. Повторяйте это за мной. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, Иисус сказал, верующий в Него, да, в Меня, имеет жизнь вечную. Еще раз, повторим это вместе, давайте. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, имеет жизнь вечную. Какое это местописание? Иоанна, 6, 47, да, запомнили. Еще раз, прочитаем вместе. Повторите со мной тоже. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, имеет жизнь вечную. Он не сказал, будет иметь, может быть, если бы да кабы, нет. Он не гадалка, он говорит конкретно, четко и ясно. Верующий в Меня, имеет жизнь вечную. И дальше говорит он, в 48 стихе. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. И дальше он восклицает, 51 стих, продолжаю чтение. Я хлеб живой, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть Моя, которую я отдам за жизнь мира. Аллилуйя, Аллилуйя. Хлеб, сошедший с небес. Сам Иисус Христос за жизнь мира, отдавший свою жизнь, душу свою за нас положивший, кровушку свою за нас проливший. И нет другого имени под небом, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу, Спасителю нашему. Слава, слава и хвала. Пред именем Иисуса Христа всякая колена склоняется, небесных, земных и преисподних. Все покорно Его святейшеству, Его святому имени. Аллилуйя. Он великий первосвященник, вошедший не с кровью козлов, тельцов, но со своей драгоценной кровью. Вошедший не в храмовое, вот это святилище внешнее, а вот это вот временное, земное. Нет, все гораздо серьезней. Он вошел в самое небо за нас, со своей кровью вошел в самое небо. И уже два тысячелетия пред Отцом Он Хададай. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человечеством всем, кто? Человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Сам Господь Иисус является великим тем первосвященником, что за нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, два тысячелетия уже, за все человечество, в каждом поколении, за каждую душу, Он Хададай, Он посредник, первосвященник, Хададай Нового Завета. Через кровь святую Его, каждый грешник, любой человек на этой земле, имеет доступ к престолу Отца Небесного, имеет свободный вход в Царство Божье. Дверь открыта, отверстая дверь. Когда Иисус умер на кресте, Он воскликнул, совершилось, дамы и господа, братья и сестры, совершилось искупление рода Люцкагу, совершилось наше спасение, тогда, две тысячи лет тому назад, совершилось спасение рода человеческого. Приветствую всех, кто подключился сейчас, кто подключается. Слава Богу! Сегодня мы совершим хлебопреломление, причастие Евхаристию. Мы совершаем причастие и церковно, литургийно, так вот, ну и в каждой конфессии, динаминации, в каждой ветве христианства есть свои определенные уставы, как бы, да, традиции, связанные с Евхаристией, с хлебопреломлением, как мы говорим, да, вот, но, также применяемое, вот и такое, делаем и такое причастие, в простоте, такой, евангельской, по домам совершаем причастие Евхаристии со своими женами, детьми, со своими. Сегодня я вот здесь в Киеве, в поездке сейчас я, ну, у себя в церкви, вот, семья моя сейчас в России, но через интернет мы имеем возможность так вот вместе тоже совершать причастие Евхаристию. В Москве сейчас уже восьмой час пошел, получается, здесь вот седьмой час сейчас. Вот, пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья. И берем также в простоте немного хлеба. У меня вот здесь вчерашняя хала, субботняя такая, как назвать, плетенка, да, плетенка. Вот, и плод виноградной лозы, виноградный сок купил я здесь. И, когда нет виноградного сока, то просто беру, здесь у меня вот виноград такой молдавский, взял купил вот, просто раз там в кувшин, ну, в кастрюльку брошу, сварю компот себе такой виноградный, вот как бы и вот использую для причастия. Или просто воды даже, просто обычной воды беру и вот совершаю Евхаристию. Воду и хлеб. И самое главное причастие это совершается не ртом и желудком нашим. То, что входит в нас, оно не может нас, братья, сестры, осквернить, сделать нечистыми. И, тем более, оно не может нас осветить, благословить, оживотворить. Нет, ни в коем разе. Оно входит и исходит, чем очищается всякая пища, написана Иисусом. А что же нас освящает в Евхаристии, в этом хлебопреломлении, в причастии, наше рассуждение о теле и крови Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. И, конечно, в наших церквях, где мы причащаемся церковно, там, конечно же, есть определенный ритуал, определенная традиция или другие. Уже много столетий опыт церковной, знаете ли, совершения ее. Но в домашних условиях просто берем мы, как есть в простоте, и преломляем хлеб, вот, каждодневно, да, значит, и рассуждая о теле и крови Христа, о голговских страданиях Мессии, о том, что, то есть мы Евангелие самим себе напоминаем о том, что я исцелен кровью Иисуса Христа, я себе напоминаю об этом постоянно. То есть проповедую не только внешним, но и себе самому тоже. А то будет, как в той сказке, и я там был, вот, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попадало. Ну, что это за такой празднолюбец, который, значит, пришел на праздник, а сам, значит, как бы не впушает ничего, не пьет ничего. Вот так вот, чтобы не быть так, вот, как с гуся вода, важно не только проповедовать посторонним, а и самому себе, любимому, как говорится, тоже проповедовать Божье Слово. Напоминать себе Евангелие Иисуса Христа, и делать это постоянно. Возогревать тем самым, на самом деле, и свою любовь к Господу, вот, и открываться все больше и больше для Его благодати Божьей. Чтобы вода, которая в нас приходит, чтобы она таким образом превращалась в источник воды, текущей в жизнь вечную. Слава Господу! Благословен Господь! Спасибо Тебе, Господи, спасибо! За верность и отцовскую любовь, за то, что Ты единственного Сына пролил святую праведную кровь, за то, что Ты единственного Сына пролил святую праведную кровь. Видел глаз людской, и слышали уши, как страдала невинная плоть. Чтобы знали все грешные души, то, как сильно всех нас любит Господь. Благодарю Тебя, Господь! Ты был гоним для нашего прощения, Был беден, чтобы стал я богат. Ты раны принял мне на исцеление. За грешников был праведник распят. За грешников был праведник распят. Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя за жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе моем. Благодарю Тебя, что кровью святой Твоею, ранами Твоими святыми, я прощен, исцелен, благоставлен всеми благословениями небес. Благодарю Тебя, Боже всемогущий! Я беру хлеб, Господь Божий, и поднимаю эту чашу во славу Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, рассуждая о великой жертве Твоей, о великой Твоей любви, размышляя о теле крови Спасителя Иисуса Христа. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенный, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной всей, давший нам плод винограда и лозы. Аминь. Благословен Господь, возлюбивший нас и преломивший за нас свой хлеб, свое тело, свое плод, и отдавший свою кровь. Спасибо Тебе, Господь, за тело и кровь Твою. Спасибо Тебе, Господь, за исцеление Твое. благословение Твое. Спасибо Тебе, Господь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертия. Вкушайте. Аминь. 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 Кровью Иисуса Христа я спасен жертву Иисуса Христа. Прощен, исцелен, благословен. Благодарю Тебя, Господь. Лехаем. За жизнь, за жизнь мира Ты отдал свою жизнь за всех нас. Слава Тебе, Господь. Аминь. 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 Слава Богу. Иисус, спасибо. За все спасибо. Господь, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал. Что за меня жизнь свою Ты отдал. О, спасибо. Иисус, спасибо. Господь, спасибо. 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 Благодарю Тебя, Господи, за все. Благоставляю великое имя Твое. Благоставляю Твоим именем всех братьев, сестер моих сегодняшним этим утром. Благоставляю сейчас свою семью. Благоставляю супругу свою, Ивну Сергеевну. Благоставляю детишек наших, внуков наших. Благоставляю во имя Господня. Сегодня служение. Благоставляю собрания предстоящие. Сейчас там, на Кловской. Ну, и благоставляю всех братьев, сестер. Служения различные проходят сегодняшним днем в христианских церквях, в разных конфессиях, разных деноминациях по всему лицу земли. Где-то они уже заканчиваются, где-то только начинаются. Вот. Но сегодня миллионы и миллионы душ, как и каждый день, с этой планеты восхваляют имя Господне и благоставляют Бога живого. Благоставляю вас всех, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. С миром Божьим, дорогие друзья. Аллилуйя. 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 Да, Роман, благословений Господних. Шалом, пастор Сергий Пиштун. Хай благословить Господь. Доброго дня. Дякую ему Господу за все. Аминь. На вики Бог слава. Аминь. Благословений Господних и вам, пастор, хай укрепляй вас с Иисусом на Ниве Господней. Аллилуйя. Благословений Господних, Роман. Благословений Господних всех вам, братья, сестры. Мир Божий. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.